Привет, это Vardite из Darkstar Project и мы открыли первый сервер Sunny Whale Rule Play. В честь этого бесплатный VIP на время открытия и промокод на 100 рублей в описании. А также там есть ссылка на трейлер сервера. Здорово, иногда во время записи роликов происходят небольшие казусы. Я конкретно говорю про вот этот вот ролик, не про прошлый, не про позапрошлый. В этом ролике в конце я получу бан на сутки за админобуз. Помимо этого вы встретите как из школьников, которые хотят написать на меня жалобу на снятие, так и без пяти минут админобузеров. Сегодняшний ролик я снимал на сервере WazersRP. IP я оставлю в описании, залетайте. Маслосъемный на охоте. На сервере сколько людей? 55. 55 тел на серваке. Ладно. Лысый хер, блядь. Пошел нахуй. Я хоть и сатанист, но все равно. Может, это я за эти оскорбления. Лицом к сене, лицом к сене, блядь. 2, 1, 2. И что это было? Лицом к сене, лицом к сене. Что, ебанулся совсем? Тут люди как бы ходят. В правилах этого сервера, в самом низу, есть карты с обозначением общественных мест. Это места, в которых нельзя делать подобные вещи, как делает он. Это еще было бы более-менее объяснимо, если бы он отстроил эту хату, купил ее себе и заводил туда людей под предлогом вступить в его клан, а после он начинал бы их всех грабить. В таком случае, как я думаю, это нарушение правила армии ТРП. Но это не самая смешная часть этого ролика или же фрагмента, потому что вот его реакция на то, когда он узнал мой голос. Ну это просто пиздец, я не понимаю, чем они руководствуются. Еб... блядь... А! Я понял, кто ты ебан... Кто? Я понял, кто... Кто? Скрипач. Это скрипач. Это скрипач, ебать. А, то есть, он короче, после этого, ты грабить, передумал серьезно. Ну, блядь, извини, я не знаю, извини, потому что ты правила сейчас нарушаешь деба, боев на улице. Ну, он, у него ФРП, было, я его поставил к Сене, он... Ну, ты мне угрожаешь оружием, вот здесь вот, тут люди ходят, ты дебил. Ну, блядь. Помоги, подожди, 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 подожди. Вот он меня, подожди, 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 подожди. Он меня ограбить хотел, у него оружие, у него коллаж. подожди, подожди, я его... Вяжи его нахуй, вяжи, блядь! Вяжи быстрее, сука, не тупи, блядь, долбоеба этого, не тупи! Блядь, да заш... Ай, сука, нахуя стреляешь-то, блядь, гонду! Я ему ведь денег передать хочу, не надо, да ему денег передать, пожалуйста. Не верим, сука, он не оружием угрожал, сажай, нахуя его, сажай, не слушай, блядь, я объясню все сразу, сажай его, блядь! Спасибо. На каждого масленка найдется свой грибник. Грибники вперед! Ну че, пойдем-то, байте долбоебов! Так что, вы будете арестованы. Ебать, у вас солевой в отряде, вы че совсем никого вы арестовываете, собираетесь, пиздец, ты посмотри, как его скручивалось. Хе-хе, сука, как он бегает, побегай, пожалуйста, еще побегай, побегай, вот так вот, по кругу. Хе-хе-хе, сука! Хе-хе-хе-хе, иди как здесь. Джаггернаут фрекил, просто так. Здарова! Здарова, здорово, брат. Хотя убил. Джаггернаут. Джаггернаут. Да-да-да. А, ща-ща-ща. Так. Слава нации, заикция. А, вижу. Авто-шотган тебя, короче. Здарова, на тебя жалоба. В чем жалоба? Фрекил. Объясняй, как это было. Слушай, ты вышел из дома, который мы рейдили. И что? Ну, мы ж ничего подозрительного не называем. Для этого нужно человека лицом к стене поставить, проверить его. Если он будет сопротивляться или оружие доставать, ну да, тогда убивать. Это в правилах описано. Это головой надо думать, для этого правила не обязательно. Ну, я так не думаю, потому что... Ну, ты думай, думай, это полезно. Мои все перебили. Я знаю, думать это полезно. Спасибо за оскорбление. Какой раз я уже играю на этом серваке, снимаю какие-либо будни администратора, или же просто общаюсь с игроками, они тут, сука, чересчур все обидчивые. Стоит тебе только пукнуть в сторону игрока, он тут же скажет, что ты его оскорбляешь. Ладно. Тебя никто не оскорблял, тебе просто сказали по факту, что думать полезно, ты не думаешь. Он выбежал из дома, потому что мы решили, когда подбежал, все мои уже решили мертвые. Внутрь дома никто не заходил. Значит, если технически можно было предположить, что он всех их всех убил. Битмайнер всех убил. Ну, откуда мы знали, Битмайнер это или не Битмайнер? Ну, не упрашивая, может быть, это кто-то другой. Ну, для этого нужно человека оставить лицом к стене и обыскивать. У тебя на НРП и фрекил. Так, я же его... Я его даже не видел. Ну, ты не поступил так, как делают нормальные полицейские, ты начал сразу хуярить по ним. Кто хочет сказать, что Битмайнер не криминальная профессия? Это не та профессия, которая заточена под то, чтобы убивать людей, и ты это должен понимать. Ну, я это прекрасно понимаю, но... Если бы ты это понял, ты бы его не ебашил сразу, а начал бы просто проверять. Я стояла на крыше, я не видел, кто это. Я не видел его профессию даже. Тем более, какие у тебя основания, как ты понял, что он кого-то там мог убить. Просто вышел. А можно, не блять, а то, что... А типа, он по приколу решил пойти, посмотреть, как там базу... То есть, ты подожди, стоп, ты стоял на крыше, ты издалека увидел кота человека, который выходит из хаты, предположительно, который рейдит. И ты понял, что его нужно ебануть, ты что со всем? Так все делают. Так все делают? Ну, тогда всем так выписывай наказание. Но на РП и фрикил, всё. Да, с куратором пойти выписать наказание, да. Когда кураторы отказываются самих себя бонить. Ну, это не я разбираю. У тебя по итогу на РП и фрикил. Ладно, кстати, сейчас момент. Жалоба закрыта. Жалоба закрыта. Жалоба закрыта. Сука. Разрезать. Вы серьезно думаете, ты на пропах делал? Делал на кизик. Окей. Не уверен. Пум-пум-пидум, пум-пум-пидум. А, это куратор? Здорово. И что это за говнище? Что? Итак, перед нами очередной представитель донатных хуесосов. Что же он сделал не так в том фрагменте, который я вам показал? Вроде бы у него чел пытался угнать скейтборд. Ну, для начала стоило бы просто человеку пригрозить оружием. Или же сказать несколько раз, уйди, не трогай скейтборды. Но не в тупую начинать шмалять вместе с другим челом, который стоит тоже на улице. На момент записи у меня не было привилегий выше, чем куратор. Поэтому выдавать ему наказание сам я не мог. Поэтому мне нужно было до него донести, что он нарушил эти правила. И чтобы он сам себе выдал наказание. На самом деле, это не особо-то и сложно. Но просто немного заебывает то, что ты челу пытаешься одно и то же несколько раз вдолбить в голову. В первый раз я не совсем понял, как с этим действовать. Но во второй раз, который будет тоже в ролике, я немного подробнее вам объясню, что нужно делать в таком случае. У тебя фрекилл и армия ТРП. Я говорю, у тебя фрекилл и армия ТРП. А что, в чем в лодке учился мой армия ТРП? Ты оружие в людном месте достал. Без особой на то причины. Карта, вот это место на карте, это общественное место. Оно отмечено в правилах. У меня украли скейтборды. Для этого необязательно сразу стрелять по человеку, а можно пригрызить оружие. Я уже миллион раз сказал, чтобы... Я наблюдал за этим с самого начала, когда ты начинал пытаться ставить пропы. Че, просто мимо пробежал и все. Ты начал по нему стрелять. Я взял мой скейт уже трижды, блядь. Для этого нужно либо в полицию жаловаться, либо угрожать ему оружием. И слушает угрозы, фреррп выдаешь. Ты ж куратор, ты должен правила знать хотя бы немного. Я знаю правила все. Ну а я и вижу, у тебя армитрп фрекил. Армитрп это правило, по которому гражданин не может доставать оружие. А если он достает, то не имеет права его долго держать его к полицейске. Уже госслужащих правила действуют. То есть они могут... А ты мне-то зачем читаешь? Я так знаю это правило. Выдавайся 20 минут, потому что я тебе сам не могу выдать срок. Несколько минут. Я могу несколько минут, ой, секунд держать оружие в общественном месте. У меня с вами угрозы скейт как-то два. Для этого нужно просто пригрозить оружием. Это ситуация, которая не требовала убийства человека. Угрозы скейт были рядом. Почему они? И что? Ну так полиция, вопросы. Я тебя конкретно сюда тэпнул. Я тебе говорю, у тебя армитрп и фрекил. Я жду, пока ты выдашь себе бан. Все хуй, шлюха. Бля. Блядь, какой конченый долбоёб. Ну ладно. Это что, конченый ливнул что ли? Серьёзно? Вышел с сервера. Ну короче, чел этот, сам начал, ну вот сам говорит. Вот, сейчас я посмотрю ещё раз, что там. Ник человека. Так, сколько у нас, смотри. ЛГ Грифер вот этот. ЛГ, ЛГ, ЛТ Грифер, да, хакер. Сейчас я. Здорово. Ну хули забираешь? Я строю. Смотрю, если я конкретно донатную привилегию тэпаю сюда, то один строит у него очень важное дело, другой пытается отыгрывать РП и все, сука, нарушают правила. И всем не нравится то, что их тэпают на разборки. Даже в случае со скейтером я тоже так и не понял его возмущения, потому что он ничем таким полезным по факту не занимался. Он никого не рейдил, он там не отыгрывал какую-то важную РПшку. Он просто строил, он просто там пытался что-то нарастить на свой скейтборд и не более. Аналогично и вот этот вот долбоёб недоволен тем, что его тэпнули на жалобу. В отличие от первого дебила, вот этот вот понимает то, что я ему ничего выдать сам не смогу до тех пор, пока он сам себе не пропишет наказание. Именно поэтому он берёт и намеренно затягивает проведение жалобы, а также выдачу себе наказание. Поскольку уже было и так всё понятно, мне даже пруфы предоставили то, что он реально нарушил. Сейчас придут и скажут МПС. Ну, потом достроишь. Сейчас разборка, у тебя жалоба пришла. Ну не тяни. Человек смотрит демку. Нет, ха-ха-ха. Да, всё, гуляй. Так, короче, смотри, я врываюсь у него хату, там уже борчик стоит. Прямая видимость есть. У меня в руках оружие, типа этот, как его, лазерган. Лазерган это оружие. Прямая видимость у него была. Была. Типа ограда, она была прозрачной. Какая прямая видимость, у меня там лестница. Какая, чё, как, чё, блядь, какая лестница? Какая лестница? У тебя забор был вот такой вот, сейчас тебе покажу. Вот такой вот забор у тебя был, через него пули пролетают насквозь. У тебя не было никакой лестницы, ты чё, блядь, несёшь? Какая лестница? Чё там был? Чё там был? Я её строил. Несёшь, там нету, блядь, лестницы. Я посмотрел по демке, там нету никакой лестницы. Что ты чёшь, блядь? Не бомби. Нет, я тебе говорю, что у тебя не было никакой лестницы. Ты получается обманываешь администрацию? Ну, я это не считаю обманом администрации, это скорее всего оговорка, потому что ту лестницу, которую он обозначил, я бы тоже лестницей не назвал. Ну, типа не знаю, какой-нибудь пандус с Алиэкспресса, что-нибудь другое, но точно не лестница. Обман администрации он выхватит вовсе за другое. Кстати, на протяжении всей жалобы он постоянно писал в чат о том, что чел, который на него пожаловался, не вывез. Это почти то же самое, что я подъеду на каких-нибудь разъебанных гнилых жигулях к БНВ, крутой новой, начну с ней якобы гоняться, просто стартану со светофора, а БМВ даже не знала, что у нас гонка, я просто скажу, ебать, БМВ не вывезла меня. О, гуляй. А да, ты сказал, что у тебя там была какая-то ограда, лестница что ли, а там у меня не было. Тенси, ты был там, ты говоришь? Так вот это стояло. А, ну, а, за дверью была вот эта штука. Так, смотри, смотри, смотри. Давай я покажу сейчас, как это было. Вот, вот стой. Ты меня не видишь, и не вывез. Я тебя, я тебя видел, ты в прямой видимости был. Все, тихо, 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 тихо. Сейчас, тихо. Прямая видимость была, просвели, я через это могу, это считается оружием. Оружие есть оружие, я мог тебе навредить. Какая нахуй прямая видимость, скажи? Еще раз, с самого начала объясни ситуацию, что произошло, давайте по пункту. Бестребиста объяснили, что произошло. Давай я скажу, я там был. Сижу в хате, приходит неизвестный класс. Смотри, короче, ситуация, подожди, смотри, ситуация такая, короче, вот он ромает дверя тазаном, заходит с визганом уже, ой, с этим галакси ганом, языка, что там. Ну, с оружием, то есть, правильно? Созвязать, да-да-да-да-да-да, оставить на него, и после этого он доставит его, и убивать его. Вот такая ситуация. Дорогие граждане, короче, какого-то города, как он его назвали. Гриффер, ты так? Насколько делать авторею? Давайте задавайте мне на кирпичом. Не слышу из-за мэра? Ну, сейчас он заткнется. Так и было. Ты в ответ на оружие достал оружие? как они объясняют да или нет просто ответь мне было такое я не помню что он держал то ли лазер то ли тарас скрин сделай скинь сюда у него с улыбка ты типа пытаешься спрозвать налоги перед этим ключи и филлки тут все получается и филлку по факту скинь мне скрин где ты стоишь с оружием он доставит момент оружия в этой плане смотрели смотрели то воду короче грифер эти еще раз вопрос задают и в ответ на оружие полицейского доставал оружия правильно только затянется твой бан скинь скрин где он держал а зерга нет я у тебя еще спрашиваю ты доставал оружие в ответ на его да или нет смотри блять он зашел я хз что он держал либо лазер либо таран скинь скрин где он держал лазер тебя попросили ты можешь блять ответить короче скрин сделай закинь его найм гор и скинь сюда на скрин сюда. Господи, храни тулган и текст скрин. Это просто что-то с чем-то. Разборки выходят на новый уровень. Вот он тот самый скрин доказательства того, что чел на хакере реально видел оружие в руках у другого человека. И несмотря на это нарушил правила феррерплей и достал оружие в ответ. До этого момента он просто-напросто говорил то, что он не помнит. Он говорит то, что у него был то ли таран, то ли лазерган. Но я не думаю то, что он настолько отстал и чтобы не знать как выглядит таран и как выглядит лазерган. На протяжении всей жалобы он просто ее затягивал. Он нормально не давал никаких ответов и все как бы тут все вскрылось. Итог такой мы ставим его перед фактом, чтобы он себе выдавал наказание за нарушение правила феррерп и обман администрации. Потому что я считаю вот это вот обманом когда ты говоришь челу, ну я не помню ну я там не знаю точно что он держал. Все он знает но он просто не хотел об этом говорить. А не размер. Смотри, есть функция сменить модель, а есть сменить размер. Ты говоришь там видимость была хреновая, ты серьезно? У размера нет ограничений по правилам. Ты видел то, что у него оружие было. Ты зачем обманываешь? Ты стоишь и смотришь прямо на него. Тараный лазер, похоже, блять, все за 5 секунд произошли. Да, да, да. Ты что-то полчаса меня убивал, блять. А я лазером ничего не мог сделать через забор. Ну а в уже есть оружие? Улыбка. Гриффер, у тебя получается обман админа. А, кстати, блять. Иферрп. Выдавай себе наказание. А где нахуй эферрп, если он лазер достал, который не может урон нанести через фишу? Ну оружие есть оружие. Да, оружие все равно считается. Я тебе еще раз говорю. Выдавай себе за обман администрации и за эфиррп наказание. Так он не может мне урон снести. Я еще раз тебе повторяю. Выдавай себе за эфиррп и за обман администрации. 30 минут за обман, за эфиррп, у тебя идет еще 10. Итого 40. Ты выдаешь себе наказание за эфиррп и обман администрации. В чём обман? Ты мне сначала говорил то, что ты не видел ничего, но на скрине показано то, что у тебя есть прямая видимость того, что он стоит То ты путался в историях, то у тебя не было видимости, то ты не помнишь, вот всё Сейчас вот ответь на мой вопрос, ты додик Я ещё раз тебе говорю, выдавай себе наказание за феррп и обман админа Ну как бы вот, ребят В чём-то в оскорблении? Какой обман? Я сказал, что всё произошло быстро и я не увидел, какая Там то ли таран, то ли лад Это твои проблемы, ты начал говорить, то ты не помнишь, то ты не видел, то у тебя прямой видимости не было, то там проб какой-то На пробах понятно то, что... Это не обман Это обман? Ты мне неправильно говорил, я сначала до того, пока мне не показали скрин, я думал то, что они мне сидят заливают про то, что ты видел Но там, на демке, на скрине даже банально всё понятно Я тебе ещё раз говорю, выдавай себе наказание за феррп А сами показать не можете, да Вот, вот, вот Тебе ещё раз говорю, выдавай наказание за феррп и обман администрации Ты отказываешься это делать? Тебе ещё раз повторить? 40 минут себе бан выдавай С данного момента этот хуесос меня всё так же прекрасно слышит, но решил меня в тупую игнорить, чтобы не выдавать себе наказание И решил потянуть ещё время Если вы отмотаете на несколько минут назад, то вы увидите то, что он просит скрин, где чел стоит с лазерганом Он говорит, тогда ладно, тогда выдам себе наказание, но как только ему предоставили скрин, он тут же начал переобуваться и кричать, где тут обман администрации и где же тут феррп Самый обидный прикол в том, что я реально не могу ему сам выдать наказание, нету такой функции, для равных привилегий эта функция недоступна Самое обидное, то что я трачу очень много времени, как своего, так и тех, кто тут присутствует Ну не считая этого долбоёба, его в принципе не жалко Трачу, потому что я не могу сам ему выдать наказание, для равных привилегий на серваке эта функция отключена И поэтому я сижу минут пять его заёбываю фразами, типа, ну ты уже выдаёшь себе наказание, ты будешь себе выдавать наказание Он меня тупо игнорит Но как только я решил пошерстить по правилам и найти ещё несколько интересных пунктов, то он тут же разговорился Скажи нахуй, в чём обман? Я тебе уже объяснял, в последний раз тебе говорю Выдавай себе наказание за... Это не обман Выдавай себе наказание, либо у тебя прибавляется 12 часов Это не обман Выдавай себе наказание, либо это ещё плюс 12 часов Оно тебе нужно? Скай, сука, в чём обман? Я тебе уже объяснял Тряска Не я Я сейчас разбираю ЖБ, и это мой вердикт, то что у тебя обман администрации и ФРРП Оно так не суммирует 40 минут у тебя, обман админа и ФРРП 30 за обман, 10 за ФРРП Ну ладно Оно называется так, да Если Х-102, оно идёт... Давай, я жду ...на один день Теодор не вывез и плачет печальная гримаса Ну ты пытайся дальше провоцировать, я жду пока ты выдаёшь себе бандовое Жди О Так ты... это твои обязанности-то Через стаб-меню Тебе сказали? На себя нажимаешь Не вывез и плачет печальная гримаса Грифер Получается... ну он, короче, понятно Токсичный Ты токсичный Грифер, я тебе ещё раз говорю Выдавай себе бан на 40 минут Сколько мне ещё раз тебя просить? Ты свой мозг игноришь На заскорбительные поведения... Сколько у него? Может ему ещё прибавиться оскорбление оскорбительное поведение Типа оскорбление tires и оскорбительное поведение ещё Нет, это... У меня всё говорил не слышно Это глупо не слышь Это отказ в выдаче себе наказания Это 12 часов И админа-босс Н, готов я про оскорбления говорю Это уже админа-босс Бан один день Ты себе намеренно не выдаёшь наказания Пользуешься админ привилегией в таком вот стиле Это отказ, а не админобус. Это отказ и админобус одновременно. Ты пользуешься привилегиями своего куратора, чтобы не выдавать себе. Потому что выдать тебе сейчас, кроме тебя, самого не может никто. Ой, всё, не плачьте. А ещё Теодор не вывез меня улыбка. Не вывез, чел, в базар. О, гуляйте. Всё, благодарю вас, друзья. Спасибо, что вы мне помогли избавиться от такого назойливого человека. Ну, кончено, не обращай внимания. Да я знаю, он, блядь, сам по себе. Но он, походу, слышит, потому что он очень... Просто долбоёбу настакать. Нарушение это вот моё любимое. Я тогда вернусь сейчас, Стэнс, и... Да, я сам. А, ну ладно. На следующий раз я попрошу привилегию повыше, чтобы моментально выписывать пизды вот этим ублюдкам, кто начинает юзать вот эту вот привилегию свою. У них куратор. Я сейчас объясню вам ситуацию. Куратор, у меня такая же привилегия. Прикол в том, что я могу банить всех, кто ниже меня. То есть, не кураторов. Но кураторов, таких же, как я, я банить не могу. Они должны себе сами выписывать наказание. Но есть одно небольшое преимущество. Если я нахожу нарушителя на кураторе, а я ему выписать наказание не могу, я ему говорю, вот, у тебя такое-то нарушение, я ему объясняю, естественно, всё, ну, чтобы человеку было понятно. И говорю, вот, выписываю себе наказание. Если чел адекватный и нормальный, он послушается и выпишет себе наказание. Если он неадекватный, то он нарабатывает себе ещё одно нарушение, отказ в выдаче себе наказания. За это уже полагается не 10, не 20, не 30 минут бана или же мута какого-то. Это уже 12 часов бана. А я, поскольку я люблю доёбываться, я ещё стакаю это с админабузом. Это один день и 12 часов. Но если он делает это на какой-то постоянной основе, то это, возможно, даже снятие и два бана дня. Прикольно. Если ты читаешь правила, ты знаешь, как ими играться, так скажем, в какой-либо ситуации. Хотя я бы мог спокойно тупо написать создателю, чтобы он выдавал баны по тем айдишникам, которые я вижу. Но так бы было менее зрелищно. О, здравствуйте. Здарова. Рассказывай, что такое. Короче, у меня жалоба на бан был. Причина того, что я угнал машину, да? Ну, то есть не угнал, а ездил на полицейской тачке. Так вот. Он сказал мне выйти с машины. Я выполнил его приказ, ну, то есть то, что он мне сказал. Я вышла из машины. Он меня моментально ударил шокером. Хотя я не делал ему какого-то сопротивления. В правилах написано, что он может ударять шокером при сопротивлении или угрозе его жизни. Чего, ты из Сохши. Ты воруешь людей, ты его еще угнал в полицейскую машину. Откуда он может знать, что я из Сохши? По секрету может любой знать, ну, если честно. Просто никто не говорит об этом в слухе. Ну, просто черный чел. Просто черный чел. Это не исключение. Там правилах написано исключение. А что он тебе сделал-то такое? Ты угнал полицейскую машину. Выхватил за это дубинкой. Сам головой подумает. Ты полицейскую машину угнал. Что он тебе спасибо должен сказать? Нет, я же... А вдруг я хотела привезти в полицейский участок? Вот там полицейский участок. Если бы ты хотел, ты бы на ней не катался. В смысле катался? Я был... Там полицейский участок. Сейчас можешь меня тэкнуть? У меня сейчас 6 секунд остается сидеть. У меня сейчас... Давай, давай. Ребят, я, наверное, один не понимаю, с каких пор профессия, которая ворует людей, занимается, в принципе, нелегалом, начинает помогать полицейским. Это походит на нон-РП. Прикол в том, что он играет за криминальную профессию и угоняет по факту. Ну, может быть, он реально не хотел угонять машину, но полиция будет считать то, что он угнал, потому что он сидит в полицейской машине и у него нет на это разрешения. Тем более, он на ней катается. И не важно, куда он хотел ее привезти. Потому что вне зависимости от того, какое РП у сервака, медиум, фан-РП или же хард-РП, ты сел в полицейскую машину не на полицейской профессии. Любой адекватный полицейский будет расценивать это как попытку угона. А если ты еще им сказал то, что я вот тут немного прокатился, решил вам ее привезти, то полицейский вполне себе может разыграть сценку задержания после того, как чел попытался якобы угнать машину, и он будет полностью прав. Перед вами типичный челик на нелегальной профессии, который решил с какого-то хера поиграть в добродетеля. Вот та тачка, видишь, та полицейская, фургон. Он сказал выйти из транспортного средства, я вышел. То есть я ему не сопротивлялся никак. Он сделал просто, шибанул меня шокером. Типа, представь в реальной жизни, ты просто выходишь из транспортного средства, и тебя сразу же шокером огребает капитан полицейский. Которая тебе, в принципе, не предназначена, это другое. Так это не означает то, что в исключениях там нету никаких исключений, понимаешь? В смысле? Ну ты головой подумай просто. Тебе обязательно что-то должны написать черным по белому, чтобы ты это понял. Ну ты догоняй сам то, что это полицейская машина. Ты залез в нее без спроса. Фактически ты мог ее угнать. Я же не угнал, она была вообще где-то там. Ну ты мог сделать все, что угодно, ты уже в машине был. Это не анормально, пойми. Так это в правилах написано то, что нельзя находиться в машине? Причем тут в правилах написано, ты головой думать умеешь, нет? То есть ты еще пытаешься меня как-то оскорбить? Причем тут оскорбить, я тебе прямо говорю то, что нужно головой догонять. Если ты не знаешь, что полицейскую машину садится иссохшим, но не совсем хорошо, и будет после этого своеобразная реакция от полицейского, то как мне тебе еще объяснить? Мне что, тебя реально в правилах попросить написать создателей? Боже, чекни правила, серьезно. Для чего сейчас мне чекать правила, вот скажи? Ты спросил у меня, вот номер П там и все такое. По черному, по белому написано, что нельзя ударять шокером, если я просто увижу чела, который, допустим, грабит человека. Ну, не грабит человека, допустим, просто срет на машину полицейскому. Ты сел в полицейскую машину, и ты ожидаешь какой-либо другой реакции от полицейского? Нет, он... Ну, так и все, в чем проблема? Так нет, я вышел из транспортного средства, он должен был меня заковать в наручники, а не ударить шокером. Так вдруг ты побежишь от него? Он тебя ударил шокером, чтобы ты не убежал, все логично. А ты вполне себе можешь проявлять сопротивление. У тебя профессия такая, и ты удивляешься, что тебя взяли ударили шокером. Ты как, вообще нормальный, нет? Ты его друг, скорее всего, да? Какой я... Да я вообще в душе не ебу, про кого ты говоришь. Ты мне сказал про полицейского, все. Нет, просто ты понимаешь, что ты сейчас не по правилам, а по каким-то выгодным историям. По каким выгодным историям? Что ты несешь? Это не фу РП, это лайт, это лайт РП. И что дальше? Это значит, если лайт РП, то полиция не должна реагировать так, как она должна реагировать? И никак ему не угрожает. Ну ты подумай то, что ты залез в полицейскую машину, будучи нелегальной профессией. Полицейский-то увидел, какого хуя, мол, у меня чел какой-то сидит левый в полицейской машине. А вдруг я детектив, кстати? Да, вдруг ты кто-нибудь еще? Вдруг ты какой-нибудь суперразыскиваемый злодей? Вот именно, он даже не... Ты сел в полицейскую машину, какой ты реакции еще ожидал? А вдруг я говорю, я детектив, ну, представь. Да, да, детектив вот так вот и выглядит, конечно. Ты вот эти сказки, ну, подожди, другому рассказывай. Ты мне тэпнул, спросил, это нон-рп или нет? Я тебе говорю, нет, я тебе доходчиво объясняю, в чем это не нон-рп. Слушай, я тебе не спросил, я тебе не спросил. Я говорю, как оно есть, и в правилах это написано. Я не знаю, ты пытаешься сейчас своего друга спасти? Да, друга спасти, конечно. Ну, да. Ты, скорее всего, я уверен даже в этом. Ты сейчас себя как неадекватно ведешь, я тебе просто доходчиво объясняю, в чем тут не нон-рп. Это нормальная реакция полицейского. Тебе еще раз кинуть правил. Так сейчас ты себя неадекватно ведешь. Ты матюкаешься просто из-за того, что ты сейчас спасаешь своего... А, ну, то есть... Потому что я могу матом ругаться. Ты скажешь, что я неадекватно себя веду. Да, вяжешь ты себя неадекватно. Ты предложение сформировать нормально не можешь. А какой адекватности с твоей стороны может вообще речь идти? Блядь, свисток бы тебе дал, чтобы ты посвистел, отвечаю. Че ты до чела на полицейском доебался, я тебя спрашиваю? Он все сделал правильно. Я говорю, это в правилах написано, то, что применять только, только. Там не написано. Смотри, как, подожди. На интуиции полицейском. Окей, я уяснил кое-что, пока я с тобой разговаривал. Если головы на плечах нет, то понять, что ее нет, нечем. Вот так же и с тобой. Да, слышишь, а какого ты хуя в полицейскую машину вообще лезешь? Просто. Просто? Причина есть адекватная? Я хотел привезти тачку, а вот я был возле дома. Какую привезти ты тачку хотел? Куда? Вот эту, на парковку, вон парковка. Ты, то есть, хотел привезти полицейскую тачку на парковку к полиции, правильно я тебя понимаю? Да. С головой бобо? Да, что в чем? Ебать, нахуй. Закрывай жалобу, не еби мне, блядь, мозги. Тебе никто мозг не бьет, я сейчас тебе вопрос задаю. Ты взял полицейскую машину, чтобы привезти ее на полицейский участок, помочь полиции? Ну да, в чем проблема? То есть, это сотрудничество с полицией, понимаешь? Нет, нет. Ты хочешь помочь полиции, ты сам сказал да. Я не помочь, я привезти тачку просто. Зачем? 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 Зачем ты хотел машину какую-то привезти полицейскую? Сейчас уже докапываешься к словам. В смысле, докапываешься, я тебе вопрос задал, ты ответил. В этом ответе подтверждение нарушения есть. Это ихня тачка. Это ихня тачка. Полицейский. Походу, ты сегодня последний раз. Блядь, еще давай угрозу снять. Пока что у меня дамка пишется, хорошо? Да, хорошо. Ты мне только что сейчас сам признался, что ты нарушил правила ННРП. Ты сотрудничал фактически с полицией негласно. Начал возить им тачки. Какого хуя? У тебя вообще профанит под это, заточено. И ты менту, бля, предъявляешь, который тебя из машины выволок, которая тебе вообще по факту не нужна. Скажи, где написано о правилах, что нельзя просто привезти тачку полицейским. Это ННРП, ты этим вообще не занимаешься, это не твое дело. Болван, блядь. Да, нарушение. А то, что ты нарушаешь ННРП, это вообще нихуя, да? Давай, отдыхай. Оценка по твоей жалобе 1. Блядь, он вообще не вменяйку. Маслосъемный выходит на охоту. Блядь, какие классные наушники, я просто в ахуя. Просто, вот можно вот сюда вот так вот зарыться и всё, вот так вот. Вот сюда, вот так вот. Почему я не могу, почему я из дома вылетаю? Пиздец, куда не залетишь на какой этаж, вечно какой-то движ. Смотрите, раз. Два. И три. Пиздец, чё происходит в это общаге? На самом деле, это лучшая общага, которую я видел за последний, ну сколько. Месяца два. Нихуёво. Пропал. Блин, он умер. Жебёнок, кто ж... Ох, кто ты, где этот, блядь? Что ты взбитался мне где-то? Жебёнок, кто ж... Почему у них тут в войсчат такой рофловый? Только что вы меня в море из дегла убили. Ни за что. А-а-а, это я, типа, жаль, что стреляла, просто оказался мне... Ну, а ты в курсе то, что тебе... Что, по сути, типа, вообще этим нельзя заниматься. На тот момент в этом фрагменте я увидел админобус и НЛР, потому что чел берёт в РП-профиль летая, таская челиков на крышу, что является РП-зоной. Хотя есть на серваке всё же админ-зонов, которые разбирают жалобы и проводят прочие разборки. Но всё же в правилах немного докосано намекаются на то, что можно всё-таки проводить разборки на крыше, что является, опять же, РП-зоной. Упоминается это следующим образом. То есть там чёрным по белому написано то, что если во время таких разборок в РП-зоне чела убивают, то это не считается за помеху разборкам. Я вот думаю то, что это немного глуповато и создаёт некий дискомфорт обычным игрокам. Но не мне писать правила и не мне этим заниматься. Я всего лишь снимаю видосики. В итоге я выдаю ему наказание за нарушение правил, которых по факту и не было. И спустя буквально несколько минут меня уже тэпнули на жалобу и объяснили то, что у меня всё же админ-обус нарушено правило и я уже должен забанить сам себя. Я тебе ещё раз говорю, исключение почитай. Вот тебе исключение из помехи разборка. Вот начало одного из... Смотри, в основных правилах ищи помеху разборка. Там смотри второй подборок. Если смотреть второй подпункт, то там чётко глупогра сказано, и из этого можно сделать вывод, что... Если это крыша, то в этом... Я тебе говорю про то, что ты мне говоришь, что на крыше в арбайкной зоне не может идти разборки. Я теперь на этом показываю примеры, что по помехе вот по этим подпунктам можно сделать вывод, что можно проводить на крыше в арбайкной зоне. Не обязательно идти в арбайкной зоне. Смотри, у тебя... 1440 минут. Причина АА. Банность ЕГЭ. А вот, скопируйся. Подчёркивание. А, ну окей. 1-554-572-521-440. Эй. Спасибо. Спасибо большое. Ахахахаха. Ха-ха-ха. Это скрипач. По-моему, это скрипач. А, друг, друг, это не трал. Да, это очень отслушен. Сейчас буду получать админку за то, чтобы Трамп засоцировать. Я просто смотрю, типа, чел, маслосъемный. Интересно, он видео сделает, допустим, забанили просто так админы вообще плохие. Парню 10 лет, он первый видео записан на этом проекте, сидит и... такую хуйню делает, но это, конечно, кек. Ну, как видите, все недоброжелатели остались довольны. Как и говорил в начале ролика, я получу в конце этого видео наказание. Наказание у вас на экране, бан на сутки. Посидел такой и подумал, после бана несколько минут, ну, забанили и забанили, я могу в любом случае пойти и смонтировать материал, который я уже записал. Ну, а у ребят радости полные штаны от одного только факта того, что меня забанили на каком-либо серваке. Этот ролик я снимал на сервере Wazer с РП, IP и группу, а также свой промокод я оставлю в описании. Его можете активировать прямо на сервере. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok